Вот эта вот способность слушать самое сложное. Я об этом много раз говорю, но вы все равно не слышите. Например, мне часто люди говорят, Олег Геннадьевич, я вот молилась полгода после того, как мы с вами встречались, но мне что-то ничего не помогает. Я говорю, а вы с кем-то молились, слушали вместе голос или одна? Я, знаете, Олег Геннадьевич, что-то я одна. Я не стала слушать, мне так лучше одной. И вот поэтому и не помогала. Потому что вы не понимаете правила, что энергия победы переходит от кого-то к тебе. Если ты не хочешь с кем-то смолиться вместе, значит, в тебя ничего не включится. Нет гарантии. Когда человек уже опытный в молитве, он может один читать молитву, но знаете, почему он побеждает судьбу? Потому что в это время он очень с любовью, с сильной помнит или своего наставника, или священное писание, или он помнит алтарь. Но если человек ничего не помнит во время молитвы и просто губнит себе под нос, он никогда не победит судьбу. И поэтому и надо слушать тех, кто молится, потому что своя память у вас еще не работает. Священная память, побеждающая судьбу, приходит только через много лет духовной практики. Когда человек много лет молится, у него память, священная память приходит о старшем. У меня был такой случай в жизни. Я всегда включаю голос своего наставника во время молитвы. Всегда. У меня поэтому молитва очень сильная такая. Чувствую победу в ней. Но один раз был такой случай. Мне один мой приятель сказал, а когда ты будешь умирать, уходить из жизни, может быть, никто не включит голос твоего наставника. Как ты тогда будешь молиться в этом случае? Ты привык уже с ним молиться. Мне такую вещь сказал. И меня это очень сильно взволновало. На следующее утро, я рано утром встал, плохо выспался, сел молиться, начал слушать голос наставника, слушал, слушал, слушал. Вместе с ним помолился полчаса где-то. И потом понял, что я забыл включить проигрыватель. Проигрыватель. Я слышал его голос очень явно, но при этом я слышал его из своего сердца. И Бог мне показал, не волнуйся, все нормально. Ты можешь услышать голос старшего, даже не включая наушники, если ты имеешь на это внутреннюю силу, желание. То есть, представляете, я молился полчаса с ним, с этим голосом, как будто бы он играет снаружи. А на самом деле, я просто помнил его сам. Я забыл включить, так Господь сделал. Он мне показал, чтобы я не волновался. Все нормально. Старший всегда будет рядом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ